Здравствуйте! В Орле за первое полугодие собрано более 7 миллиардов рублей налогов, что почти на 14% выше уровня прошлого года. В инспекции наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов во все уровни бюджетов. Основным источником дохода по традиции является НДФЛ. Его поступления составили 2,4 миллиарда рублей. Одним из факторов, обусловившим такую динамику поступления НДФЛ, конечно, стало принятие в феврале текущего года трехстороннего соглашения об установлении регионального минимального размера оплаты труда в 10 тысяч рублей. И, конечно же, стимулировало налоговых агентов платить вовремя в бюджет удержанный налог с физических лиц. Это введение с 2016 года налоговой отчетности, 6 НДФЛ. По итогам налоговой кампании миллионеров в Орловской области стало больше. Сейчас их количество приближается к 2 тысячам. Всего в налоговой инспекции было представлено 35 тысяч деклараций. В Орловской области зарегистрировано более 5 тысяч онлайн-касс. Напомним, с 1 июля произошел переход на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Парк в регионе обновлен почти на 70%. Переход на новые онлайн-кассы должен полностью завершиться к 1 июля 2018 года. 15 ведомств не дают скидку при оплате пошлин на портале госуслуг. Скидка довольно существенна. Например, госпошлина на загранпаспорт обойдется в 2450 рублей вместо 3500 рублей. Ведомством, попавшим в список нарушителей, дано поручение принять меры для исправления ситуации. Ежемесячно портал госуслуг посещает более 30 миллионов человек. За прошедший год пользователи через него заказали 380 миллионов услуг на сумму около 8 миллиардов рублей. Это почти в три раза превысило объем платежей 2015 года. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закона о введении курортного сбора в туристических регионах России. Закон предусматривает введение в экспериментальном режиме платы до 100 рублей в сутки за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Деньги будут поступать в бюджет региона. В документе также указывается, что в первый год курортный сбор не может быть более 50 рублей в сутки. Конкретные размеры сбора будут устанавливаться на местах. Регионам теперь предстоит принять собственные законы о курортном сборе до конца этого года. А взимать новый налог с туристов начнут с 1 мая 2018. А на этом у меня все. Встретимся через неделю.